Парара! Почему мне так не повезло? У меня всего одна пицца. Потому что все остальные достались мне. А вот и нет, все пиццы у меня. Вы только посмотрите на эту башню. Вот это да! У тебя огромный столб из пицц, а у меня всего лишь одна. Это несправедливо. Хватит ныть! Лучше побыстрее начинай есть. Надеюсь, что моя пицца хотя бы самая вкусная. Выглядит она уж точно аппетитнее и остальных. Вкуснотища! А сколько же тут сыра! Обожаю сыр! Эй! Я тебе не мусорный пакет, чтобы в меня выбрасывать объедки! Ну, знаешь, получай! Эй! Чего сразу драться? Я же не специально! Я тоже хочу поскорее слопать мои пиццы. От одного их вида у меня уже слюнки текут. Я придумала способ, как можно есть быстрее и удобнее, чтобы руки не пачкать. Ничего себе! Вот это да! Я не думала, что у кого-то может получиться такое. но как ты это делаешь? Пиццы вкусные, так что я и не на такое способна. Ой! Что это со мной произошло? Кажется, теперь тебе точно будет не до пицц. А вот мы бы от них не отказались. Вкуснятина! Мне срочно нужно вернуться в нормальное состояние. Ух, а где мои пиццы? Кто их украл? Да-да, и правда, кто посмел? Ох вы, воришки, как не стыдно! Мне вообще не стыдно, потому что я думаю только о том, как буду есть свою кучу пицц. Ну что, пора вас слопать. Может, не стоит их есть у основания? Да ладно, что может произойти? Ай! Вот что, а мы предупреждали. Да уж, случился настоящий пицца-пад. За что мне такое наказание? Я ненавижу чеснок. Да кто его вообще любит? Вам просто не повезло, потому что у меня всего лишь один чеснок. Каман! Окей. Чего ты смеешься? Получается, что ты первая будешь его есть. Легко. Я же не трусиха, так что я с ним быстро справлюсь. Главное, чтобы меня не стошнило. О, нет. Кажется, я переоценила свои силы. Такую дрянь есть просто нереально. С меня довольна. Еще чего. Ты должна доесть твой чеснок до конца. У меня даже для тебя специальный подарок есть. Чеснок и давилка. В нее можно засунуть весь чеснок и выдавить его прямо тебе в рот. Не хочу. Это был не вопрос. А ну-ка, открывай рот. Какая гадость. Теперь у меня во рту будто кошка. Ну, вы поняли. ой, даже я чувствую этот запах. Как воняет ужас. Как хорошо, что для таких случаев у меня всегда есть жвачка. Спасибо большое. Теперь и вам нюхать не придется, а мне страдать. Аликс, ну что, твоя очередь есть чеснок. Зачем же я буду его есть? Смотрите, какое крутое ожерелье из него можно получить. Хватит баловаться. Тебе все равно придется его съесть. Ладно. Но для начала надо избавиться от лишнего. Для этого у меня есть огромная ваза. Потрясем. Ну вот, теперь от него остались только зубчики. Значит, можно есть. Какой ужас. Я ничего более гадкого в жизни не пробовал. А я поняла, как воняло у меня изо рта. От любого запаха всегда может уберечь обычная прищепка. А если ее будет мало, то нужно распрыскать везде освежитель воздуха. Нет, кажется, просто освежитель не помогает. Нужно нейтрализовать источник вони. Помогло. Но не вздумайте повторять это дома, потому что освежитель воздуха очень опасен. Зато изо рта не воняет. Класс! Джулия, а ты кого ждешь? Скорее ешь свой чеснок. Я с детства его терпеть не могу. Если увидите, что мое лицо зеленеет, помогите мне. Умоляю. Какая же это гадость. Отвратительно. Зачем же ты так торопишься? Да, тебе ведь некуда спешить. Зато так я поскорее справлюсь с этим ужасным чесноком. Ничего себе, какая смелость! И какая скорость! Джули, ты молодец! Осталось еще чуть-чуть. вот это да! Как это возможно? Все, чеснока больше нет. Ого, даже от меня так не воняло. Джули, прости, но нам придется тебя изолировать. Или мы все тут потеряем сознание от вони. За что? Сработало! Наконец-то в комнате не воняет! Да, и мне стало гораздо лучше. Ура! Блин, не повезло мне с Тик-Таком. А мне повезло, у меня целая пачка. Смотри, кому реально повезло. Да уж, должна же была и мне когда-нибудь выпасть куча вкусняшек. Мила, у тебя конфеток меньше всех, так что начинай. Думаю, съесть одну конфетку Тик-Так мне не составит труда. Вкусно, но ужасно мало. Аликс, твоя очередь. Наконец-то! Ох, сейчас как наемся! Что происходит? Почему не сыпется? Аликс, остался без конфет. Вот еще! Блин, теперь вообще весь Тик-Так рассыпал! Думаю, я смогу быстро его собрать с помощью обычной трубочки. Готово! Джули, осталась только ты. У меня не просто огромная пачка конфеток, у меня целая куча обычных пачек. Да здесь всем хватит! Вот еще, все конфеты мои. Я обожаю Тик-Так, так что пару десятков пачек съем быстро. Блин, даже с нами не поделилась. Ничего страшного. Я знаю один способ, как стащить одну пачку. Та-дам! И конфетки наши. А ну стоять! Как вам не стыдно воровать? Улик нет, ты ничего не докажешь. Сейчас я вас быстро проучу. Месть Джули будет ужасной руки вверх. Получайте. Ну как вам? Будете знать, как воровать мои вкусняшки. Мила, это же целая куча конфет. Скорее лови их. Точно. Вкуснятина! Что? У меня не осталось тиктака. Я все потратила на пули. Зато поделилась с друзьями. Вот мои документы. Отлично проходите. Вот это да. Не могу поверить своим глазам. Это не женщина, а просто богиня. И она идет прямо ко мне. Какая красотка. Ну и жара тут у вас. Вот мой паспорт, а внутри него билет. Спасибо. Да уж, мужским вниманием я сегодня точно не обделена. Счастливо оставаться, мальчики. Мне пора на посадку. Бежим, может быть успеем за ней. Как так? А вы куда намылились? показывайте билеты. А вот и мой самолет. Какая шикарная фигура, не то что у меня. Вот это да. Ну наконец-то. Как же я устала ходить с этими штуками. А вот и вы мои золотые. Мамочка по вам скучала. Да уж облом. Лети в путешествие, красавчики. Здравствуйте, ваш билет. Все отлично, но к сожалению, с пёсиком нельзя, как и с остальными животными. У меня есть замечательная идея и замечательная шляпка, в которую я спрячу любимого кролика. Пока-пока, Боббит. Не переживайте, он останется со мной. Ваш паспорт, мэм. Прекрасно, а теперь небольшая проверка. Что? Ну вот. С животными на борт строго запрещено, но не беспокойтесь, ваш питомец дождется вас и будет здесь, пока вы не вернетесь. Здравствуйте, сэр. Могу я проверить ваш головной убор? Я покажу вам один фокус. Фокус-покус, и паспорт оказался тут. Ого! А ну-ка, предъявите шляпу к досмотру. Странно. Простите, проходите. И сзади ничего. Ладно. Приветствую. Приходите, пожалуйста, сэр. Ну вот, мой кролик остался совсем один. Прошу прощения, милая леди, но я знаю, как вам помочь. Один небольшой трюк, и ваш пушистый друг будет рядом с вами. Сейчас, сейчас. Кажется, нащупал. А вот и он. Ничего себе. Спасибо большое. Никаких признаков животных. Проходите. Добрый день. Так, так, документы в полном порядке, а вот корзинку придется осмотреть. О нет, мой котик. Знаю. Сэр, а вам когда-нибудь говорили, что у вас великолепный выдающийся подбородок? Могу я вас сфотографировать? Что ж, почему бы и нет? Хотя, секундочку, нужно сперва поправить прическу. Вот теперь я готов. Отлично. Сработало. А теперь главное, как можно скорее попасть на борт самолета. Простите, мне пора. что это? Пустая корзинка? Чую, в ней кто-то был. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Ура, вот и мое место. Все, теперь можно выпустить тебя наружу, киса. Ой, какая милашка. А можно погладить? Конечно. Какой хороший. Кажется, у меня началась аллергия. Здравствуйте, приятного пути. Добрый день, документики. И как следует просканируем. Животных везете? Вроде нет. Тогда прошу вас. Секундочку. Ну вот, засекли. Никаких исключений. С животными нельзя. Обидно. Какие же тут жесткие правила. Наверняка и с лягушкой нельзя. Нужно скорее что-то придумать. У меня есть книжка, которую я полностью прочитала. А значит, можно ее немножко модифицировать. Эта часть истории мне никогда не нравилась. А теперь положим лягушку внутрь. Отлично. Можно идти к пропускному пункту. Вот мои билеты. Могу идти? Сразу после того, как пройдете сканирование. Вроде чисто. Хорошо, проходите. Добро пожаловать на борт. Прошу вас. А вот и мое место. Положу багаж на верхнюю полку, чтобы не мешался. Итак, мы готовы к взлету. Ух, порядок. Не засекли. Как ты тут моя зеленая прелесть. Ой, что это? Оно приземлилось мне на голову. Помогите. Здрасте, вот мои билеты. Кеша, ты как? Все нормально? Простите, но Кеша никуда не полетит. По крайней мере, на самолете. С животными запрещено. Слышала? С животными запрещено. О, у меня есть идея. Пойдем, нужна твоя помощь. Вот как-то лучше. Здравствуйте. Ваши билеты, пожалуйста. Ой-ой, кажется, ящер вышел на прогулку. Сэр, у вас все в порядке? Да, просто отлично. Нет, это невыносимо. Как щекотно. Что это с ним? Да так, просто вспомнил забавную шутку. Правда, Алекс? Как-то слабо в это верится. А ну-ка покажите, что у вас там. Я так и знал. Попытка пронести животное на борт. Ой, смотрите, что это там. Взматываемся и поскорее. Что? Куда они делись? Без понятия. Эх, упустил. Здравствуйте, вот мой билетик. Все в порядке. Или нет? Золотая рыбка с животными запрещено. Прошу вас отдать рыбку мне. Я за ней присмотрю. Неужели мне придется расстаться со своим питомцем? Он у меня такой чувствительный. Есть идея. Посторонитесь. вот мои документы. Пустите меня на самолет и побыстрее. А это еще что? Никаких животных на борту. Не в мою смену. Ой. Да как вы смеете? Прошу вас извините и проходите. Упс. Плес А вот и мое место. Мне кажется или что-то шипит у меня под ухом. О нет змея просто безобидный питончик. Думаю будет весело. Давайте скорее открывать крышки. Вита начинай. О нет какое ужасное начало. Я бы сказал колючее. Неужели мне придется есть этот кактус? Он же такой и страшный. Я точно уколюсь. Ладно остается только надеяться на лучшее. Ай как больно. Может хватит? Конечно нет. Ешь быстрее. Кажется у меня появилась идея. Зачем я буду делать себе больно когда я могу просто отрезать все иголки. У меня даже подходящие щипцы есть. теперь мне не придется мучиться от каждого укола. Надеюсь что кактус хотя бы вкусный. Ну как ты так быстро его съела будто бы он сладенький. Нет ничего подобного он отвратительный. Да уж чувствуется. Теперь моя очередь открывать. А ну стоять дамы вперед. Тем более мне выпало такое вкусное мороженое. нужно его побыстрее съесть. Вита куда ты утащила мое мороженое? Верни обратно. Ну уж нет видишь у него круглые шарики а это значит что они мои. Я знаю как это исправить. После теплой обработки шарики превратятся в жижу. А из-за треугольной формы рожка эта жижа будет моей. Готово. Как же вкусно. Да уж я бы очень пожалела если бы отдала мороженое Вите. Слишком уж оно классное. Ну что Алекс теперь ты можешь открывать свою крышку. Ничего себе какая красота. Такой аппетитный сэндвич. Так и хочется поскорее его слопать. Приятно осознавать что мне не придется ни с кем делиться. Вся эта вкусняшка моя. Твоя говоришь? А у меня появился план как тоже полакомиться бутербродом. Алекс тебя Вита зовет. Теперь нож поможет мне превратить квадратный сэндвич в два треугольных. Прости меня Алекс но я должна была это сделать. Пойми я тоже очень проголодалась. Ах так посмотрим как тебе понравится бутерброд с таким же треугольным перцем. Думаю будет как минимум весело. Скусно чища. Жаль Алекс что не ты ешь эти сэндвичи. Ах нет совсем не жаль. ой ой а вот тут явно что-то не так. Откуда в бутерброде перец? Помогите! У меня есть кое-что что поможет тебе потушить внутренний пожар. На вот выпей. Скорее дайте мне жидкость. О нет что я только что выпила? ничего себе вот это шоу. Посмотрим что ждет нас в этом раунде. У Вит и Чикси а что же у меня? Ух ты надеюсь мне тоже повезло. О нет я вам не пес чтобы собачий корм есть. Я так не хочу это делать. Ну пока не придется потому что первый буду есть я. Хочется поскорее слопать этот арбуз. какой он сочный самое то для жаркого летнего дня. Я знаю как можно тоже добыть себе немного арбуза с помощью специальной ложки. Кейси держи с ее помощью есть будет удобнее. Спасибо большое это и правда удобно. Вот только теперь арбуз мой потому что ты нарезала его на круглые кусочки. В следующий раз будешь внимательнее. Думаю эта история с арбузом многому тебя научит. Да я тебе сейчас получай. Мимо можешь кидаться сколько хочешь. А я пока буду доедать арбуз. Из-за тебя мне осталось совсем немного арбузика. чипсов. хотя остатки я съем без чьей либо помощи. Пусть немцена. Готово. Вита в очеред. Думаю чипсики будут вкусными. Тем более Принглс. Я их обожаю. Я тоже. И не могу избавить себя от радости лишить Виту чипсов. Хорошо что для этого нужно всего лишь взболкать пачку. Странно. А почему там пусто? Среди свечицы? Какой кошмар. Кто посмел так надругаться над ними? Чипсы в любом виде вкусные. А вот мне придется есть собачий корм. Он противный. Даже запах ужасный. Кажется меня от него стошнит. Может я не буду его есть? Ты еще как будешь? Вы только гляньте на то какой он мерзкий. Хотя бы какой ужас. Мерзость. Собачий корм нужно есть из специальной посуды. Скажи спасибо, что я захватила для тебя такую. Да уж спасибо. В этой миске корм выглядит еще хуже. А есть его ложкой я просто не смогу. А я тебе помогу. Главное не шевелись. Все равно попаду. Получай. Ну как нравится? Фу. Ничего хуже я в жизни не пробовал. Думаете это смешно? Сейчас я покажу, что такое смешно на самом деле. Как ты посмел. От нас теперь будет нести как от собак. Вот это весело. Девочки, как вы думаете, в этот раз кому повезет? Сейчас узнаем. Точно не мне. А вот мне повезло. Обожаю роллы. Мне тоже. Мне выпал шоколад. К тому же очень вкусный. Его очень сложно найти в магазинах, поэтому он становится еще ценнее. Я знаю, что у всех присутствующих уже текут слюнки, но я не собираюсь делиться. Вкуснятина. Так мне хочется поскорее слопать все эти треугольные дольки. Как круто, что я могу это сделать. Но перед этим нужно показать шоколадке пару А теперь я покажу трюк. Ловля шоколадки ртом. Но это еще не все. Поймать одну дольку может каждый. А вот поймать целую кучу долек гораздо сложнее. И у меня не получилось поймать ни одной. Какой позор. Да ладно тебе. Главное, что мне теперь можно приступать к роллам. Возьми пожалуйста палочки. О нет, я никогда не умел есть с их помощью. Если я сейчас буду учиться, то я точно ни одной штучки не съем. Но кто же мне мешает использовать палочки по-другому? Например, насадить на них роллы и есть прямо так. Это круто, удобно и руки чистые. А как же поделиться с подругой? Нет уж, тем более зачем тебе роллы? Тебя ждут очень сочные лимончики. Представляю насколько они кислые. Пошел вон. Я не знала, что лимоны возвращаются как бумеранги. Пошел вон, сказала. Кажется, они теперь твоя судьба. Дурацкие правила челленджа. Точно. Я только что придумала, как сделать лимоны менее мерзкими. Нужно счистить корочку. Асом! Вау! О-оу! Алекс, прости. Хотя твоя новая прическа очень подходит к твоей желтой футболке. Ладно, хватит баловаться, пора есть. Ой, кажется, из-за лимона я немного осузилась. Мне необходим освежающий душ. Вот теперь стало гораздо лучше. Вот это да! Видела бы тут твое лицо. Только не лук. Я не хочу вонять. Вау, какой огромный кусок пиццы потрясающе. А у меня самая вкусная шипучка. Обожаю ее. Надеюсь, вы не будете против, если сначала я разберусь с этим гадким луком. Уж очень не хочется мне оставлять его на потом. Ну как, вкусно? Хватит издеваться. Мне и правда тяжело. знали бы вы насколько этот лук мерзкий? Если бы вы сделали один укус, он вас бы мигом вырвало. Кажется, и у меня что-то наружу просится. Вонище. Извините меня. Так-так, я засекла круглые колбаски на пицце Кейси. Это значит, они мои. Приятно узнать, когда тебя ждут такие вкусняшки. А если вырезать небольшой кусочек, то можно сделать его квадратным. Это значит, что я смогу подкрепиться. Главное не запачкать руки, а то мне потом еще и шипучку есть нужно. Да как вы смеете? Как вам не стыдно? Это же моя пицца. Кусок квадратный, а значит он мой. Ну вот, мне почти ничего не осталось. Ладно, хорошо, что меня не полностью обнесли. Хоть чем-то полакомиться смогу. А меня ждет еще целая пачка шипучки. Интересно ее слопать. Выглядит она много обещающе. Ого, и правда круто. Но вы можете на нее даже не рассчитывать. Я сам ее съем. Красота. Как же вкусно. Хочу еще. жадному Алексу шипучка может только на голову попасть. Вот так-то лучше. Будешь знать, как вести себя с подружкой.